В Твери распустились первые подснежники. Цветы радуют посетителей ботанического сада. О том, какие виды относятся к роду подснежников и какая судьба ждет первоцветов, расскажем в репортаже прямо сейчас. Галантусы или по-простому подснежники радуют глаз еще только 3-4 дня, в то время как крокусы распустились уже две недели назад. Сейчас средняя температура воздуха такова, что позволяет цветам чувствовать себя комфортно. Они не боятся ни мороза, ни снега, ни даже минусовых температур. Они в уходе не нуждаются. Это одни из самых некапризных и устойчивых растений. Не случайно вообще они сформировались в довольно таких нетепличных условиях. К роду Галантус относят более 20 видов растений. Кроме того, есть и цветы, которые условно называют поснежниками, потому что они появляются в то время, когда еще лежит снежный покров. Если брать все виды, сорта и формы, то это сотни растений, которые условно называют первоцветными или подснежниками. Вот все сейчас они и в течение конца марта, и в апреле, и весь май будут процветать. Это гиацинты, и нарциссы, и анимоны, и морозники, и ирантисы, и медуницы. Бесчетное множество. Все эти растения цветут потому, что родом они из южных краев. Уже скоро вслед за ними подтянутся отечественные мать и мачеха, частяк, печеночница и другие.